Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с художниками и их автобиографией. Испанский художник, наиболее известен своими акварельными портретами из Марокко, Хосеп, Таперо и Барроу, родился 17 февраля 1836 года. Его родители владели магазином скобяных изделий. Как и многие будущие художники, он рано проявил склонность к рисованию. Его первые официальные занятия были в 1849 году у Доминека Собирано. В 1853 году ему и Марии Фортуни была представлена возможность принять участие в выставке, организованной Казино Дерео. Спозже, в этом же году, он и Фортуни поступили в Войсково де ла Лотья, где он учился у Клавдио Лоренцали, художника, связанного, среди прочих, с немецким движением Назарян. В это время он создавал в основном исторические религиозные сцены. Я пользуюсь переводной википедией. Переехал в Мадрид, поступил в высшую школу Пинтура и Гарабада, филиал настоящей академии изящных искусств Сан-Фернандо. Его преподаватель там был Фредерико де Мадраза. Вернулся в Барселону в 1860 году, помогал украшать фасад дворца генералитета Каталонии. В 1862 присоединился к своему другу Фортуни в Риме. Был представлен его кругу знакомых художников, которые встречались в античном кафе «Грек». Они также вместе посетили Неаполь и Флоренцию. Находясь там, он посещал вечерние занятия по рисованию акварели. Ее работы стали больше фокусироваться на жанровых темах. Эти работы стали очень популярными и упрощили его репутацию. В 1871 он Фортуни и Бернандо Фернандес совершили поездку в Танжер. Это стало решающим для его карьеры. В 1873 он провел свою первую выставку ориенталистских картин в Международном художественном кружке Рима. Внезапная смерть Фортуни и его друга в 1874 году глубоко повлияла на художника и побудила его принять решение покинуть Рим. Он присоединился к дипломатической миссии, которая направлялась на встречу с султаном Хасаном I в 1876 году. Оказавшись там, переехал в недавно построенный дом недалеко от квартала Медина, а позже приобрел старый театр в качестве своей студии. Хотя часто ездил на выставки вплоть до Санкт-Петербурга и Нью-Йорка, проводил лето со своей семьей в Реуси. Остаток своей жизни прожил в Танжере, Марокко. В 1886 году женился на 20-летней Марии Мануэле Валерго Кано, уроженке Танжера, итальянского происхождения. В 1905 году карьера пошла на спад. У него начались проблемы с дыханием и сердечно-сосудистой системой из-за легочной инфекции, которой он заразился в 1903 году. Проблемы со здоровьем в конечном итоге привели его к смерти. Его душеприказчик начал сбор средств для покрытия расходов на памятник в его честь, но так этот памятник и не был создан. Первоначально он был похоронен в Танжере, но в 1921 году правительство Реуса потребовало, чтобы его похоронили в его родном городе. В 1647 его останки были перевезены в Реус и перезахоронены рядом с его другом в порту. На доме, где он находился, была установлена мемориальная доска. Работа находится в Национальном музее искусства Каталонии и Музее искусства и истории Реуса. Вот так вкратце из переводной википедии о испанском художнике, наиболее известном своими акварельными портретами из Марокко, Хосеп, Тапира и Бароу. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok